Здравствуйте, уважаемые слушатели! В этой видео лекции мы рассмотрим с вами тему смещающие факторы и методы их устранения. Для начала давайте разберемся с определением. Итак, что такое confounding? Confounding – от латинского слова confounder смешивать вместе. Это ситуация, когда эффекты двух процессов нельзя разделить друг от друга. Искажение влияния воздействующего фактора на исход из-за влияния другого фактора на этот же исход. Влияние двух и более причинных факторов на исход, при котором сложно отделить влияние одного фактора от влияния другого фактора на исход. Или ситуация, когда мера взаимосвязи между воздействующим фактором и исходом искажена из-за взаимосвязи воздействующего фактора с другим фактором, также влияющим на исход. Ошибка конфаундинга – это искажение взаимосвязи между воздействующим фактором и исходом из-за присутствия другого внешнего фактора, связанного как с воздействующим фактором, так и с исходом. То есть в эпидемиологии и статистике конфаундинг называются перемены, которые являются фактором риска для исхода и которые связаны с изучаемым воздействующим фактором, но не являются промежуточным звеном в цепочке фактор-исход. Выделяю три условия конфаундинга. Мешивающийся фактор должен быть связан как с фактором риска, так и с результатом, исходом. Как мы говорили выше, курение связано как с употреблением алкоголя, так и с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мешивающийся фактор должен быть неравномерно распределен между сравниваемыми группами. Например, он может послужить в данном случае риск развития синдрома Дауна и возраст матери, о котором позже мы поговорим. Фактор конфаундинга не может быть промежуточным шагом в причинно-следственной связи от фактора до результата, то есть не должен являться модификатором эффекта или же медиатором. Итак, на данном графике показано исследование связи между порядком рождения и риском развития синдрома Дауна у ребенка. Мы видим четкую тенденцию к увеличению распространенности синдрома Дауна с увеличением порядка рождения или связь между повышением порядка рождения и риском возникновения синдрома Дауна. У ребенка пятого рождения риск рождения ребенка с синдромом Дауна примерно в 4 раза выше. Показанные результаты также побуждают нас задуматься о механизмах, с помощью которых это произошло. Почему порядок рождения может вызвать большой риск синдрома Дауна? Имейте в виду, что в этом анализе не учитываются никакие другие факторы риска, кроме порядка рождения. Однако учтите также, что порядок, в котором рождаются дети и у женщины, также связан с ее возрастом на момент рождения. Так, с увеличением количества детей увеличивается возраст матери. Когда ученые исследовали взаимосвязь между возрастом матери при рождении и риском развития у ребенка с синдромом Дауна, они обнаружили взаимосвязь, изображенную на данной гистограмме, что показало еще более высокую частоту связи между возрастом матери при рождении и риском рождения ребенка с синдромом Дауна. Очевидно, что женщины, рождающие своего пятого ребенка в среднем, старше, чем женщины, рождающие первого ребенка. Другими словами, для порядка рождения детей смещающим фактором явился возраст матери при рождении ребенка. Корреляция же между материнским возрастом и распространенностью синдрома Дауна гораздо сильнее, чем корреляция с порядком рождения. И женщина, имеющая пятого ребенка, вероятнее всего, старше, чем когда она родила своих предыдущих детей. В связи с этим, связь между порядком рождения и распространенностью синдрома Дауна определяется возрастом. Итак, что же произошло? Интересующий исход – это рождение ребенка с синдромом Дауна. Интересующее воздействие – счет или порядок ребенка при рождении. Возраст ассоциирован как с исходом, так и с воздействием. Эти связи, возможно, оказывают влияние на ассоциацию воздействия и исход. Как мы можем оценить связь порядка при рождении и синдрома Дауна без возможного влияния возраста? Один из способов – это посмотреть на ассоциацию между исходом и воздействием отдельно для разных возрастных групп. Так, на графике показана взаимосвязь путем стратификации распространенности синдрома Дауна как по порядку рождения. Так и по возрасту матери. Если обратить внимание на то, как распространенность изменяется в какой-либо конкретной возрастной группе матери, если смотреть по оси Х, становится очевидным, что увеличение порядка рождения не коррелирует с распространенностью синдрома Дауна. С другой стороны, если смотреть по оси У, очевидно, что отмечается заметное увеличение частоты рождения с синдромом с возрастом. На основании этого анализа можно сделать вывод, что связь между порядком рождения и синдромом Дауна была ограничена по возрасту. Разные группы порядка рождения имели различное возрастное распределение, и потому материнский возраст связан с распространенностью синдрома Дауна. В результате очевидная связь между порядком рождения и синдромом Дауна, которая была видна на первом рисунке, была полностью обусловлена влиянием возраста. С другой стороны, связь между возрастом матери и синдромом Дауна не была нарушена порядком рождения, потому что порядок рождения не влияет на распространенность синдрома Дауна, а связь между возрастом и синдромом Дауна не была искажена различиями в порядке рождения. Существуют различные стратегии по уменьшению смещения или минимизации эффекта конфаундинга. Так бывают пути дизайна исследований и аналитические методы уменьшения, минимизации смещения за счет конфаундинга. Первый метод это ограничение. Ограничить доступ к изучаемому лицу со смещающим фактором, сам по себе имеет предвзятость. Сопоставление отдельных лиц или группу, стремление к равному распространению участников в группы и рандомизация, целью которой является случайное распределение участников между исследовательскими группами. К аналитическим методам же относятся стратификация, регулировка обычно исключается при выборе стандарта и многомерный анализ. Работает только в том случае, если вы можете определить и измерить факторы. Допустим, в исследовании влияния курения на курящих были в среднем моложе некурящих, поэтому возраст искажает взаимосвязь между курением и инсультом и является конфаундером до тех пор, пока не будет произведена статистическая корректировка или поправка на возраст. Итак, теперь мы с вами рассмотрим перечисленные методы. Метод ограничения. Метод подразумевает ограничение приема в исследовании групп субъектов по какому-либо смещающему фактору-признаку. Например, изучаем связь между физической активностью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предположим, что возраст и пол смещающие факторы. Для исключения смещающего фактора необходимо включить в исследование мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Это обеспечит одинаковое распределение по возрасту в сравниваемых группах и смещение будет минимизировано. Недостатком метода является то, что он уменьшает количество субъектов для включения в выборку. Тем самым уменьшает размер выборки. Слишком узкое ограничение смещающего фактора. Например, в исследовании физических упражнений и болезни сердца исследователи могли ограничить исследования мужчинами в возрасте 40 до 65 лет. Тем не менее, возрастной риск сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему широко варьирует в этом диапазоне. Также вы не сможете оценить влияние факторов, которые были ограничены. Например, если исследование ограничено мужчинами в возрасте 45-50 лет, вы не можете использовать это исследование для изучения влияния пола или возраста. То есть, вы не сможете сделать экстраполяцию данных, что будет приводить к ограничению обобщения. Например, если вы ограничиваете исследование мужчинами, вы не сможете обобщить результаты на женщин. Вместо ограничения можно также гарантировать, что исследовательские комиссии не будут отличаться в отношении возможных факторов, таких как возрастный пол, путем сопоставления двух групп сравнения. Например, для каждого активного мужчины в возрасте 40-50 лет вы могли найти искусственно схожие по этим факторам. Недостатки и достоинства представлены на данном слайде. Следующий метод – это метод рандомизации. Процедура, обеспечивающая случайное распределение объектов исследования в основную контрольную группу с использованием специальных средств. Таблицы или счетчика случайных чисел, подрасывания, монеты и других. Распределение субъектов исследования по группам случайным методам дает равные шансы оказаться в любой группе, и вполне вероятно, что группы будут иметь схожие распределения по возрасту, полу, поведению, практически всем другим известным и пока еще неизвестным возможным смещающим факторам. Другой метод – это метод стратификации. Следующий метод – метод формирования выборки, при котором совокупность всех участников, соответствующих критериям включения в исследование, сначала разделяются на группы страты на основе одной или нескольких характеристик, обычно полу или возраст, и потенциально влияющих на изучаемый исход, а затем из каждой из этих групп независимо проводится набор участников в экспериментальную контрольную группу, что позволяет исследователю соблюдать баланс важных характеристик между экспериментальной и контрольной группами. В данной таблице рядом друг с другом отдельно рассматривают взаимосвязь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями у лиц моложе 50 лет и лиц старше 50 лет. Коэффициент относительного риска для конкретного слоя равен у лиц ниже 50 лет – это 1,43, у лиц старше 50 лет – 1,44. Коэффициент риска для всей объединенной выборки составил 1,79. И это иногда упоминается как грубая мера ассоциации, потому что она не приспособлена для потенциальных смещающих факторов. Коэффициенты риска для анализа с разбивкой по возрасту аналогичны. И представлены на слайде 1,43 и 1,44, но меньше, чем коэффициент общего риска. Это указывает на то, что в общей выборке было влияние на возраст. И мы увидели, что субъектом с ожирением чаще всего были люди 50 лет и старше. Мы также увидели, что люди старше 50 лет имели больший риск развития сердечно-сосудистого заболевания. Медиатор и смешивающий фактор. Ну, надо сказать, что не каждый фактор, который связан как с воздействием, так и с заболеванием, является смешивающим фактором. Такой фактор может быть медиатором, посредником. Медиатор также связан с независимой и зависимой переменными, однако он является частью причинно-следственной цепочки между независимой и зависимой переменной. Давайте рассмотрим неправильный учет смешивающего фактора. Допустим, в гипотезе существует связь между воздействием ожирения и болезнью инфаркта миокарда. Но, представляя этот интерес, сможет ли уровень холестерина быть смешивающим фактором этой взаимосвязи? Что мы делаем? Первое, мы должны оценить, есть ли ассоциация. Ожирение статистически связано с более высокой заболеваемостью инфаркта миокарда. Является ли ожирение причиной инфаркта миокарда? Выявление потенциальных смешивающих факторов. Может ли уровень холестерина быть смешивающим фактором? И связан ли потенциальный смешивающийся фактор с воздействием ожирения и уровень холестерина связаны? Связан ли смешивающийся фактор с заболеванием? Уровень холестерина связан с более высокими показателями инфаркта миокарда. Что происходит, когда мы контролируем уровень холестерина? Корректировка с учетом уровня холестерина устраняет ассоциацию между ожирением и инфарктами миокарда. И мы должны сделать заключение, что мы не должны делать вывод о том, что ожирение не является реальной причиной инфаркта миокарда, потому что уровень холестерина может быть медиатором. То есть частью пути от ожирения к инфаркту миокарда. Корректировка с учетом перемены, которая является частью причины следственной связи в цепочке, является избыточным контролем. И на этом наша тема по смешивающим факторам и методам их устранения закончена. Спасибо за внимание.